Сразились в знании Брайля. Международный день слепых в Рязани отметили стартом традиционного праздника «Белая трость». Он будет проходить в течение четырех дней. 13 ноября участники показали свое умение читать и писать на языке слепых. Все думали, как бы завести у нас в живом уголке лося. По ролям участники читают Денискины рассказы. Маленькое произведение хранится в библиотеке в одном экземпляре. Специально для конкурса его от руки переписала педагог Нина Володина. Она трудилась два дня. Самое главное для незрячих уметь читать и писать по Брайлю. Хотя не все это понимают. Многие ленятся. Но все равно именно чтение письма по Брайлю делают людей грамотными. Мы можем быть на одном уровне со зрячими. Очень мало, к сожалению, наших незрячих пишут по Брайлю. Это прям вот как в своем обществе мы находимся. А пишут и читают по Брайлю очень мало. Для письма слепые используют специальный прибор. Он состоит из двух частей. Доски с дырочками и доски с клеточками. В каждую клетку помещается одна буква, которая в свою очередь состоит из шести точек. Пишем справа налево, читаем слева направо. Потому что лист переворачивается. Есть много своих сложностей. Есть печатные машинки, есть принтеры, есть компьютерные строки, на которых шрифт прям брали, уже выскакивали. Коварные задания в игровой форме помогают тренировать навыки и чувствительность подушечек пальцев. Участники разгадывают кроссворды, составляют новые слова из предложенного, читают стихи. Обязательно добавляют рельефно-графические задания. Например, найти пару одинаковых снеговиков. Мне понравилось, когда мы на ощупь определяли рисунки. Потому что у меня есть немножко остаточное зрение, и я привыкла подглядывать. А на ощупь это было достаточно сложно для меня. Для ребенка это самое простое задание. Любой шестилеткой справится. Но для незрячего это не так уж легко. Потому что нужно все это оценить. Сложно из-за того, что отсутствует визуальный контакт. Просто приходится ориентироваться на свои ощущения, и это получается не сильно быстро. В следующие три дня участников праздника «Белая трость» ждут квест-игра по техническому прогрессу, интеллектуальный поединок КСИ и концерт художественной самодеятельности. Галина Ершова, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город».